Древние звёздные ритуалы Легенды, рассказывающие об инопланетных существах, проходящих сквозь время. Не то чтобы они смогли это сделать, они, в принципе, способны перемещаться во времени. И научная теория, приоткрывающая нам тайны Вселенной. Если кто-то перемещается быстрее скорости света, он теоретически способен путешествовать во времени. Неужели нас действительно посещали инопланетные гости? Или это лишь свидетельство будущих достижений высоких технологий? Можно предположить, что если они не космические путешественники, значит такие же люди, прибывшие к нам из будущего. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Могли ли пришельцы изменить нашу историю? И если так, могли бы новые факты раскрыть существование внеземных путешественников? Путешественники во времени 26 сентября 1905 года в швейцарском Берне Эльберт Эйнштейн опубликовал свой труд по теории относительности. Согласно этому удивительному научному открытию, пространство и время объединялись в единое целое. По теории Ньютона считалось, что пространство представляет собой жесткий контейнер, а время — абсолютный поток. Теория Эйнштейна в корне изменила это утверждение. Отныне пространство представлялось эластичной средой, а время — переменной величиной. Эйнштейн понял, что если вы двигаетесь быстрее, показания ваших часов изменяются. До Эйнштейна никто этого понять не мог, что в общем естественно, ведь такое происходит, когда скорость вашего передвижения близка к скорости света. В рамках законов физики существует возможность путешествовать на большие расстояния и при этом оставаться в живых. Это утверждение верно в соответствии с теорией относительности. Вы можете двигаться со скоростью равной скорости света, и тогда четыре года пролетят для вас всего за два дня. 30 января 1933 года Адольф Гитлер становится канцлером Германии. Альберт Эйнштейн бежит в Соединенные Штаты, опасаясь растущего могущества нацистской партии. Оттуда он предупредил мир о невероятной опасности для человечества в лице Гитлера, особенно если нацистам удастся завладеть новейшими технологиями. Однако, раскрывая свою прогрессивную теорию, Эйнштейн мог невольно поспособствовать созданию нацистами машины времени. В Кашавских Оллских горах на юго-западе Польши, спрятанные в скалах от посторонних глаз, работали семь подземных лабораторий, открытых по секретной нацистской программе «Колокола». Некоторые ученые считают, что на этих секретных объектах в период с 1943 по 1945 годы Третий Рейх проводил тайные опыты в надежде выиграть Вторую мировую войну. Там разрабатывали множество неординарных устройств. Они отвечали за создание ракет серии В-1 и В-2. Но кульминацией этих экспериментов явилось создание прибора «Колокол», названного так из-за схожести их формы. На свет появилось некое устройство, таящее в себе очень мощные, стремительно вращающиеся магнитные поля. Есть предположение, что это был прототип машины времени. С ее помощью человек мог перемещаться во времени в любом направлении, изменять ход истории и ее основные события, а также создать новую временную линейку и новую реальность. О существовании загадочного колоколообразного устройства размерами 3 метра в ширину на 6 метров в высоту мы узнали от высокопоставленного нацистского генерала Якоба Споренберга во время его допроса польскими властями уже после войны. Но когда союзные войска захватили немецкую исследовательскую лабораторию, ни «Колокола», ни руководитель этого проекта Ганса Каммлера обнаружить не удалось. Ганс Каммлер отвечал за создание всех суперсекретных нацистских новинок, и однажды этот человек просто исчез. Существуют четыре версии его смерти, но до сих пор никто точно не знает, как он умер, когда, и если умер, то где и что при этом произошло. Неужели военные эксперименты немцев были связаны с перемещением во времени? И если так, мог ли их «Колокол» перенестись в будущее? 9 декабря 1965 года тысячи людей наблюдали в небе полеты падения летящего огненного шара. Случилось это в Кексберге, в Пенсильвании, в 50 километрах юго-восточной Питтсбурга. На место сразу же прибыли военные, они мгновенно все разобрали и сообщили, что ничего не произошло. Но меня в катастрофе под Кексбергом интересует сам объект. В отличие от большинства летающих аппаратов, о которых мы слышали, этот имел форму луковицы. Его еще описывали как желудь, но, по-моему, это было нечто очень похожее на нацистский «Колокол». Был ли объект, разбившийся под Кексбергом, давно потерянным немецким «Колоколом», исчезнувшим 20 годами ранее? Неужели немецкие ученые все же нашли способ перемещаться во времени и пространстве, как полагают некоторые? Если так, то опирались ли они на теорию Эйнштейна, создавая свою машину времени? Или их вдохновение было сверхъестественным чудом? В 1938 году во время экспериментов в северо-восточном регионе Гималайских гор представители нацистской партии искали первоисточники арийской расы или расы господ, обнаружив упоминание о ней в буддийской доктрине «Кала-чакра» на Тибете. Центральное понятие буддизма сансара — череда перерождений или колесо времени. В «Кала-чакре» теория понимания представлена как учение о времени, его биологической составляющей, календарной, астрологической, и влияние этих составляющих на человека в целом. В «Кала-чакре» говорится, что мы представляем себе время как некую прямую, но это совсем не так. Время по какой-то причине циклично, и у нас есть возможность им управлять и контролировать. Повсюду в мире буддисты сооружают свои культовые ступы. Они также очень похожи на нацистский колокол. Ступа, как мы понимаем, — это некая форма, созданная для связи с богами. Применяя в теории принцип кала-чакры, то, о чем мы говорим, предполагает возможность перемещения во времени. Учения кала-чакры несет людям практическую и техническую возможность шагнуть за пределы своего времени и свободно по нему передвигаться. Становится очевидно, что нацисты искали возможность применить это на практике. Неужели нацисты во время экспериментов на Тибете приоткрыли секрет путешествий во времени? Возможно ли, как полагают многие теоретики, что ранние учения кала-чакры помогли тибетским монахам постичь возможность временного передвижения еще тысячи лет назад? Ответ, по их мнению, стоит искать в легендах и ритуалах древних цивилизаций, в Нью-Мехико. В труднодоступном пустынном районе каньона Чако в Нью-Мехико, в 270 километрах северо-западней Альбукерке, лежат руины древнего поселения Пуэбло. Представители культуры Анасази жили здесь с 900 по 1100 год нашей эры. Это площадь Пуэбло-Бонита. Она представляет собой наше место во Вселенной. Есть миры выше нашего, есть ниже. А вот здесь расположена плоскость нашего мира. Это именно то место, где, по мнению древних Пуэбло, населявших тот район сотни и сотни лет назад, зародились наше пространство и время. Ученые полагают, что Анасази, или древнейшие, строили свою цивилизацию, опираясь на прогрессивные знания механики, математики и астрономии. Им каким-то образом удалось построить идеальный город с прямыми улицами и круглыми стенами. Устройство древнего города предсказывает существование лунного цикла, который равен 5200 годам, а также солнечных циклов. Все постройки тщательно продуманы. Здесь потребовались инженерные навыки, которые у древних вряд ли могли быть. Значит, существовала более высокоразвитая цивилизация. Анасази построили каньон Чако, и строили они его как обещание жить по правилам. Они должны были соблюдать пожелания создателя. Вероятно, каньон Чако – некий пункт передачи знаний, которые приходили к людям от их звездных собратьев. Как могли древние люди создать столь грандиозную постройку без помощи машины-техники? И кто эти звездные собратья, которые передавали Анасази свои знания? Теоретики считают, что ответ нужно искать в древних ритуалах и мифах каньона Чако. Согласно легенде, Анасази верили в существование многомерного бытия и практиковали жертвенные ритуалы, называемые кристальным созерцанием звезд. Эти церемонии предполагали перемещение во времени. Если вы подниметесь в скалистое жилище Анасази, то обнаружите продуманные звездные карты в этих пещерах. Именно здесь проводили церемонии созерцания звезд, во время которых у них была возможность проходить через пространство и время. Фактически, мы наблюдаем, как люди прямо говорят, что они каким-то образом отсюда выходили за пределы своего измерения. Это место для них являлось некой точкой выхода. Здесь же осуществлялась их связь с загадочными неземными созданиями. Возможно ли, что Анасази действительно верили в межгалактические перемещения? И оставили ли они убедительные доказательства своих контактов с инопланетянами? Я стою прямо перед петроглифами Уна-Виды. Они весьма занимательны, здесь даже представлена жизнь животных. Но среди них попадаются странные существа, напоминающие гуманоидов. Один из них держит, по моему мнению, что-то очень похожее на представителя спиральной галактики. Коренные американцы очень хорошо знали наше место во Вселенной и то, что мы тоже являемся частью гигантской спиральной галактики. Спиральный символ, тот, что вы видите на стене, это связующее звено между Анасазией и пришельцами из иных миров. У них был контакт. И путешествовали ли Анасази с ними или без них, мне трудно сказать. Но это тот самый мост, который связывал Анасази и так называемых звездных людей. «Анасази» Были обнаружены четыре весьма интересных гуманоидных петроглифа, один из которых как бы возвышался над остальными. Из его головы торчит антенна. Некоторые полагают, что это описание древних антов, появившихся на Земле, чтобы дать старт с развитием человеческой цивилизации. Согласно легендам древних Хопи, коренного американского племени, считавшего себя потомками Анасази, анты спасли их от первого разрушения Вселенной. Представители антов описывают как высокоразвитых космических пришельцев, может, даже жителей далеких звезд, которые спасли людей от катастрофы во Вселенной, опустив их под землю. Интересно то, что в Древней Самерии также рассказывается о существах, названных анунаками, которые тоже прилетели со звезд. Ану у Хопи означает антенна, а слово «наки» — друг. Вероятно, анунаки и были теми существами с антеннами или антами, которых описывали древние Хопи. Неужели тысячи лет назад анунаки из Древней Самерии появлялись и в каньоне Чако? Приверженцы теории палеоконтакта полагают, что ответ стоит искать в местных легендах о крылатых умельцах. В 1972 году группа пеших туристов исследовала пещеры каньона Чако и обнаружила на стенах рисунки и клинопись, очень похожие на обнаруженные ранее самерианские образцы. Приверженцы теории палеоконтакта полагают, что эти пещеры изначально были обитаемы и жили в них существа из будущего крылатые крылатые умельцы. В каком-то смысле крылатые умельцы были людьми, которые жили на 300 лет позже тех, кого они посещали. Они использовали каньон Чако как своеобразную базу или временную зону, в которую они пребывали из будущего в текущее время. Я думаю, что да, крылатые умельцы показали нам, как выглядит наше будущее, только в математическом виде. Это была наука, ее развитие. Может и есть правда во всех этих рассказах о крылатых умельцах каньона Чако. Но были ли они на самом деле пришельцами? Доказательства этого, по мнению теоретиков, должны находиться в каньоне Чако. Это кива, церемониальное сооружение, которое строили в священных местах, и где потомки Пуэбло проводили свои ритуальные обряды. Там же велись беседы о космосе, Вселенной и нашем месте в ней. Подавляющее большинство археологов считают, что кива раньше была покрыта деревянной крышей. Но некоторые легенды Хопи указывают на круговую постройку, так называемый облачный дом. Что если этот облачный дом был ничем иным, как биокуполом или биосферой, собранной людьми? Интересно то, что эти биосферы сегодня выглядят так, словно живущие в ней люди, как бы тонули в земле, накрытые гигантским куполом. Здесь как раз обнаруживается схожесть. Вопрос, зачем кому-то понадобилось это делать? Согласно древним мифам, существовали свидетели невероятного события, которое было связано с посещением Земли пришельцами и личной с ними встречи. Могли ли пришельцы иных миров жить в этих же биосферах Каньона Чако, которые так похожи на те, что рисует воображение ученых 21 века для будущего использования на других планетах? И могли ли они прибыть сюда не в корабле, а пробив трехмерное пространство через особый портал? Если так, то откуда они явились? Чтобы ответить на этот вопрос, следует заглянуть в древнеиндийский эпос Махабхарату. В древнеиндийских текстах Махабхараты говорится, что в восьмом веке до нашей эры король Риваяти путешествовал на небеса, встречался там с божеством Брахмы и вернулся на землю спустя сотни лет, попав в будущее. Некоторые исследователи полагают, что этот эпос может быть одним из древних свидетельств успешного покорения пространства и времени. древнеиндийский история о том, как правитель Риваята отправился в космос на встречу с богами. И когда он вернулся на землю, то обнаружил, что прошло уже несколько веков, то есть сотни лет. Да, такое происходило со всеми космическими путешественниками. Тебе кажется, что ты отсутствовал всего несколько дней, но вернувшись домой, понимаешь, что прошли уже сотни лет. Как и легенды каньона Чаку, похожие истории путешествий во времени можно найти в любой точке древнего мира. Японская легенда Абу-Расимо Таро рассказывает о молодом рыбаке, который отправился к повелителю Марии Ирюдзину в его дворец Рюгедзю и, как ему показалось, провел там всего три дня. Вернувшись в свою деревню, Таро обнаружил, что прошло уже 300 лет. Его дом лежит в руинах, все те, кого он знал, давно умерли, и о его семье никто ничего не помнит. В описаниях хождений пророка Иеремии в Иерусалим тоже есть схожая история. Библейский пророк Иеремия отдыхал вместе с друзьями и одним молодым юношей. Его звали Авемелех. Иеремия сказал Авемелеху идти в Иерусалим и принести ему оттуда фиги. Парень ушел, чтобы собрать эти фиги. внезапно Авемелех услышал шум ветра и потерял сознание, провалился в пустоту. Очнувшись, он обнаружил, что наступил уже поздний вечер. Он бросился домой в город и обнаружил там странных солдат. Он спросил, что здесь происходит, где Иеремия и все остальные. С тех пор прошло 62 года. Таким образом, путешествия во времени описаны даже в Библии. На острове Агилкия в 10 километрах верховья Хасуана в долине реки Нил раскинулся храм Исиды. Построенный в 4 веке до нашей эры, этот храм был центром поклонения богине женственности и материнства вплоть до 6 века нашей эры. Исида была одной из самых почитаемых богинь Древнего Египта. Она была одновременно женой и сестрой Осириса. Вместе они стали той парой, на которую все старались походить и равняться. Она являлась символом жизни, в то время как Осирис стал царем загробного мира. Так что и живой, и мертвый человек мог поклоняться обоим этим божествам. Согласно древнеегипетским легендам, богиня Исида была известна как божественная мать, считавшаяся душой ярчайшей звезды небес великого Сириуса. Для древних египтян Осирисом являлся Орион. Это яркое созвездие в буквальном смысле служило самим воплощением великого Осириса. Сириус был как бы прообразом его жены и сестры Исиды. Вместе они управляли небесами и жизнью всех египтян. Во многих древних культурах, включая египетскую, китайскую, греческую и японскую, можно найти поверье и легенды, что те, кто нас создал, боги, прибыли именно с Сириуса. Эта звезда, пожалуй, самая почитаемая почти во всех древних культурах. Эти сведения первоначально появились в Древнем Египте и в Африке в племени Догон. Считалось, что люди света прибыли к нам с Сириуса и создали человечество. Ясно, что многие культуры обладали информацией о Сириусе и отделяли его от всех остальных звезд, что вовсе не было связано с его яркостью. Скорее имел место факт, что Сириус каким-то образом в ответе за отправку эмиссаров для обучения землян. Неужели Сириус и есть узловая точка, откуда на Землю был отправлен человек? Или, как полагают приверженцы теории палеоконтакта, это месторождение инопланетных путешественников во времени? Согласно астрономическим данным, Сириус удален от Земли на 8,5 световых лет. Это очень далеко. Одна световая секунда равна почти 300 тысячам километров. Представьте, что такое световой год. Самая быстрая ракета летит со скоростью 11 километров в секунду. На ней мы бы добирались до Сириуса приблизительно 200 тысяч лет. Итак, дальше Луны человек еще не летал. Луна находится на расстоянии 385 тысяч километров от Земли. Когда-нибудь мы планируем добраться до Марса, но даже это расстояние для землян очень велико. Полугодовое путешествие к Красной планете возможно при обеспечении кислородом и предметами, без которых нам не обойтись. Проблем много. Расстояние до Марса велико, и наша техническая база пока не в состоянии осилить такой перелет. Мы добрались до Луны, пока это наш предел, но другие цивилизации вполне способны передвигаться во Вселенной, просто у нас пока нет таких возможностей. Учитывая, что межзвездные расстояния слишком велики даже для высокоразвитых существ, мог ли уровень технического оснащения позволить им зайти дальше нашей, пусть даже самой смелой, мечты? Просто потому, что это невозможно для нас, еще не значит, что это невозможно для кого-то еще. И когда речь идет о существах, способных проходить пространственно-временные границы, становится ясно, что они от них независимы в том смысле, в каком зависимы мы. Возможно ли, что древние легенды являются свидетельством межгалактических перемещений? Могли ли люди вместе с пришельцами преодолевать временные рамки через особый коридор из нашего мира в их? Говорят, что ответы нужно искать глубоко под землей в лабораториях Женевы. В университете Коннектикута физик-теоретик Рональд Малле демонстрирует полномасштабную модель машины времени, используя прибор под названием кольцевой лазер, выделяющий циркулирующий поток света. С его помощью он надеется доказать, что торсионный свет изгибает пространство, формируя временной виток. Вот что происходит. Эти лазеры, хотя вы их и не видите, создают циркулирующий световой ряд. Этот циркулирующий световой ряд буквально скручивает пространство. Вот здесь. Скручивание пространства приведет к искривлению временного промежутка. По теории Эйнштейна, эти два понятия связаны. Соответственно, в такой момент и возможно перемещение во времени. Ведь по нашим понятиям время это некая прямая. Но если мы изгибаем пространство, тогда оно, в свою очередь, начнет создавать некую временную петлю. Мое открытие позволит использовать свет, чтобы управлять временем, а это, в свою очередь, позволит начать перемещение в прошлое. на сегодняшний день это пока лишь модель. Но Маля в ближайшие десять лет надеется создать и рабочую машину. Он верит, что энергия светового потока сможет выстроить настолько мощное гравитационное поле, которое протянет скрученный нейтрон через время. Скажем, я увеличу вращение выше единицы, а затем опущу ниже нуля. Представьте, я посылаю поток нейтронов и продолжаю их ускорять, а потом понижать и так далее. Как бы вы это назвали? Перед вами бинарный код. Поэтому, используя ускорение нейтронов, я могу отправлять бинарные коды, которые можно перевести как послание иным мирам. Неужели эта технология когда-нибудь проведет сквозь время и большие объекты, такие, например, как космический корабль? Теория относительности Эйнштейна позволила создать некий мост Эйнштейна и Розена. Сегодня мы называем его иначе тоннель в пространстве. Он открывает нам возможность путешествия из точки А на Земле в точку Б в другом измерении, словно между нами нет никаких преград. Если существует возможность моментально преодолевать расстояние из точки на Земле через тоннель во Вселенную, доказывает ли это возможность использования этой технологии в прошлом? Древние египтяне знали о существовании звездных ворот и тоннеля в пространстве. Доказательство этому я отыскал в Дендере, в древнем храме Хатхор. Когда вы заходите в этот храм, то сразу смотрите на потолок и видите, как боги путешествуют по небу, разрезая вечность на своих кораблях. Древние не использовали термин «тоннель» в пространстве, но имели в виду то же самое. Приверженцы теории палеоконтакта считают, что развитие внеземных существ, способных преодолевать временные барьеры через тоннели в пространстве, знали еще какую-то сверхпрогрессивную технологию, основанную на принципах квантовой физики. В Женеве, на глубине более 100 метров под землей, в тоннеле общей протяженностью более 25 километров, установлен ускоритель заряженных частиц, самый большой адронный коллайдер. В 2008 году Европейская Организация Ядерных Исследований, известная как ЦЕРН, завершила его монтаж. Это дало возможность ученым всего мира постараться решить загадку, касающуюся создания Вселенной. Большой адронный коллайдер — это аппарат, который мы используем, чтобы изучать поведение частиц гораздо меньших атома. Большой адронный коллайдер основан на принципе ускорения протонов. Этот принцип является одним из ключевых элементов поведения атомного ядра. Собственно говоря, вы хотите их ускорить до максимально возможных скоростей вращения и затем столкнуть два противоположных потока. частиц. Когда вы таким образом сталкиваете частицы, высвобождается огромное число дочерних частиц, как бывает при столкновении двух больших объектов. Они ударяются и разваливаются на части. Это позволяет нам изучить фундаментальные частицы. 13 декабря 2011 года ученые, работающие с адронным коллайдером, обнародовали свои данные о возможности существования бозона Хиггса, или, как его еще называют, божественные частицы. Группа физиков пришла к выводу, что существует связь между четырех семя природными стихиями. Можно сказать, что некая скрепляющая их единица и есть тот самый бозон Хиггса. Он придает частицам массу, за счет чего, собственно, и происходит взаимосвязь этих стихий. Так что открытие божественной частицы способ понять возможности унификации всех четырех сил природы. Некоторые ученые считают, что открытие так называемой божественной частицы может привести к созданию синглета Хиггса. Как полагают, эта частица имеет возможность перескакивать в другое измерение и перемещаться во времени вперед и назад, то есть от прошлого к будущему. Другими словами, осуществлять путешествие во времени. Мы живем в трехмерном измерении и иногда люди считают время четвертым измерением. Но некоторые физические теории, теории струн, например, прогнозируют, что существует великое множество измерений, 10 или 11 уж точно. Просто эти измерения недоступны для человека. Мы их не видим. Они маленькие, нуклонные, по размеру меньше ядер атомов. И если бы вы смогли каким-то образом до них добраться, то перенеслись бы в совершенно иные миры. Но возможно ли существование таких миров, которые даже невозможно постичь? Могли ли высокоразвитые жители далеких галактик освоить и использовать божественную частицу для полетов на Землю, как полагают приверженцы теории палеоконтакта? Если вы совместите фотографию адронного коллайдера и календарь ацтеков, то обнаружите между ними невероятную схожесть. Календарь ацтеков уже давно считают входными вратами Вселенной. А адронный коллайдер очень напоминает его, ведь с его помощью люди хотят раскрыть тайну создания Вселенной. Я нахожу это увлекательным. Ведь то, что было вырезано так давно сравнивают с тем, что разработали совсем недавно. И налицо сверхъестественное сходство. Совпадение? Думаю, нет. С тех пор, как в 1947 году произошел инцидент с катастрофой НЛО в Нью-Мехико, люди стали сообщать о том, что постоянно видят их в небе. Также сообщалось о многочисленных прямых контактах с инопланетянами. Их описывали как гуманоидов с большими головами и маленькими телами. Ученые полагают, что по описанию это могли быть пришельцы, которых называли Греями. Они не слишком от нас отличались. У них тоже есть головы, есть руки, все как у нас, две руки, две ноги, два глаза, нос и неразвитый рот. По описаниям они действительно мало чем отличаются от нас. Или они также подходят по описанию на существ из ранних научно-фантастических историй. Если вы взглянете на описанных существ, Грейв, которых якобы видели при катастрофе Розвелла, то увидите, что их строение во многом подходит под описание, какими могли быть мы, если бы имели возможность как они передвигаться в вихре времени и были бы высокоразвитыми созданиями. Катастрофа в Нью-Мехико по времени почти совпала с днем рождения египетской богини Исиды. Остается удивляться, неужели эти так называемые инопланетяне, человекообразные худые существа с большими головами, которых обнаружили на обломках Розвелловской катастрофы, путешествуя, смогли пройти сквозь время и пространство. Приверженцы теории палеоконтакта верят, что потерпевшие катастрофу летели на Землю со звезды Сириус. И как сама богиня Исида, они обладали сверхъестественными знаниями и могли перемещаться сквозь время. Я думаю, вполне возможно, что древние пришельцы, если это на самом деле они, использовали приемы телепортации или обладали двигательной установкой, которая в состоянии развить скорость света. Сегодня мы знаем, что физика нашей планеты, квантовая физика и теория струн могли ускорить процесс перемещения шара быстрее, чем это было сделано в прошлом веке в утверждении, что не существует математических ограничений в области путешествий из прошлого в будущее. Сообщество физиков в состоянии утверждать, что действительно таких ограничений нет. Нужно только найти способ их осуществить. Временные перемещения и телепортация это одно и то же. Мы могли бы перемещаться из одного конца Земли на другой за считанные миллисекунды. Это произвело бы революцию в путешествиях в целом и в то же время с нашими возможными связями с другими цивилизациями и, разумеется, с жителями других планет. Так кто же эти существа, которых мы называем Греями? Вероятно, они прибыли на Землю из будущего или прошлого. Или это могли быть люди, телепортировавшиеся к нам из будущего. Существует множество теорий, кто такие Греи. Рассказывают, что это существа, которые посещают нашу планету еще с незапамятных времен. Есть даже подтвержденные встречи с людьми, по утверждениям которых Греи — это обыкновенные люди, только прибывшие к нам из будущего. Они вынуждены путешествовать во времени, потому что мы создали на Земле ситуацию, в связи с которой они почему-то не могли производить здесь потомство. В связи с этим они часто возвращаются сюда в надежде исправить ситуацию. В 60-х люди спрашивали себя, как могли выглядеть люди, жившие на Земле тысячу или две тысячи лет назад. Была гипотеза, что в прошлом из-за возможности узнавать много нового мозг человека был больше, и что якобы были изобретены машины, которые выполняли за нас ту физическую работу, которую сегодня мы выполняем руками. Мы могли бы превратиться в пассивных существ. Если вы рассмотрите раннюю концепцию будущего развития человечества, то увидите, что человек представляет собой копию Грея, пришельца из Розвелла. Я верю в возможность временных перемещений. В будущем для нас вообще будет мало невозможного. Даже если вы считаете это сумасшествием, это все равно случится. Если люди по-прежнему будут в состоянии размышлять и фантазировать, то когда-нибудь они воплотят это в реальность. Иногда мне кажется, что если НЛО не являются путешественниками во времени, то значит они посланы к нам из нашего будущего. Учитывая успехи ученых прошлого века, возможно ли, что в будущем человек все-таки найдет способ перемещаться во времени, как полагают приверженцы теории палеоконтакта? И действительно ли веками нас посещают так называемые гости из будущего? Или это инопланетные создания, способные перемещаться во времени и пространстве? Возможно, ответ на этот вопрос мы найдем не где-то, а именно в другом временном измерении. Субтитры создавал DimaTorzok